Друзья, всем привет! Вы на канале Дачный Умелец, с вами Сергей. Сегодня с вами сделаем сравнительный тест двух бензотриммеров от компании Patriot, модель называется PT443, и бензотриммера от компании Champion, модель называется T528S2. Я думаю, многие из вас уже присматривались к данным моделям, планировали купить, поэтому сегодня с вами сделаем распаковочку, сделаем сравнение, также посмотрим более детально каждый узел, допустим, сцепление, воздушный фильтр, естественно, заведем и попробуем в работе. Также хотел сказать, что оба бензотриммера поставляют с неразборной штангой. Ну а я сейчас сделаю распаковочку и посмотрим комплектацию каждого бензотриммера. Поехали! Итак, сделала распаковочка наших бензотриммеров, сейчас посмотрим комплектацию и сравним. Ну, первое, это то, что инструкция есть там и там, это обязательная вещь. Теперь, что касается катушки или головки триммера, еще называют. Здесь у чемпиона это аналог AZ-Lock, в Patriot идет обычная стандартная катушка. Нож для травы на чемпионе идет вот такой, с победитовыми напайками. На Patriot нож идет вот такой, трехлучевой. Что касается защитных кожухов, на чемпионе он крепится на 4 винта, но в Patriot крепится на 2 винта. Чтобы снять вот эту защитную планку, когда мы будем работать с ножом, нам нужно нажать на 3 вот таких фиксатора, тогда мы снимем планку. На чемпионе, кроме двух фиксаторов, нам нужно еще открутить будет винт. Что касается ножа для обрезки лески, то на чемпионе он 35 миллиметров, на Patriot более длинный, 60. Это плюс, так как если будет короткий нож, то леска не сразу обрежется и может повредить кожух. Ремень на Patriot идет обычный, то есть вот такой ремешок, плюс небольшая мягкая вставка. Что касается чемпиона, то здесь уже идет ранцевый ремень и вот с такой защитой. У каждого бензотриммера имеется вот такой набор ключей. В Patriot он, конечно же, чуть побольше, плюс здесь отвертка. Но в чемпионе есть пластиковые хомуты, которые помогают фиксировать провод на штанге, и провод уже не повредится. Емкость для заправки бензотриммеров тоже немножко отличается. На чемпионе присутствует вот такая небольшая горловина для заправки топлива в бензотриммер. Это удобно, но опять же отсутствуют резиновые колечки, следовательно уплотнение будет плохое и бензин может протекать. Что касается топливной смеси, то на чемпионе ее следует разводить 50 к 1, на Patriot 40 к 1. Левые ручки на бензотриммерах выполнены тоже немножко по-разному. На Patriot ручка пластиковая, закручена на винты и саморезы, и немножечко люфтит. На чемпионе ручка прорезиненная, и люфта не наблюдается. Ручка управления газом на чемпионе выполнена из пластика. Как видим, здесь у нас пластик прилегает неплотно. Клавиша включения-выключения очень тугая. Переключается туго. Также присутствует блокировка газа, когда мы заводим наш триммер. То есть ставим больше газа, заводим, затем газ убираем. На Patriot сделан немножко по-другому. Клавиша включения-выключения здесь легкая. Находится немножечко в стороне. Для меня это удобнее. Клавиша газа здесь полегче нажимается. Но для меня большим минусом считается, что нет блокировки газа. То есть на чемпионе она присутствует при заводке. На Patriot такой клавиши нет. Теперь замеряем сцепление. Так, на Patriot 76 почти. 75 у нас 9. На чемпионе 75.90. Чтобы добраться до фильтра, на Patriot нам достаточно открутить вот такой винт-барашек. На чемпионе нам потребуется отвертка. У обоих моделей воздушный фильтр реализован почти одинаково. Установлено фильтрирующее поролоновое кольцо. Но на чемпионе есть еще вот такая крышечка, которая прилегает неплотно. Следовательно, может попасть мелкий мусор в карбюратор. На Patriot же, конечно, поролон прилегает очень плотно к крышке. Здесь уже мелкий мусор не попадет. У обоих моделей стартер выполнен аналогично. Муфт сцеплений и пружина стартер расположены под основным диском. Смотрите, у чемпиона у нас получается 2 зацепа. На Patriot у нас получается 4. Я считаю это тоже плюсом. На Patriot катушка, мне кажется, полегче. На чемпионе она немножечко туже. Чашка маховика выполнена на обоих моделей из силумина. А зацеп обеспечивает пластиковые подпружиненные пальцы. На чемпионе и на Patriot по два вот таких пластиковых пальца, которые имеют заметный люфт. В первой модели на чемпионе и также на Patriot. Вся эта конструкция выглядит ненадежно с учетом использования пластика. И из-за того, что здесь имеется люфт, постепенно посадочные места пальцев будут разбиваться. Также хотел заметить, что у треймера Patriot в месте соединения с коннектором для рукояток проложено мягкая вибрационная резиновая вставка. На чемпионе такой вставочки нет. Кожухи на данных треймерах крепятся следующим образом. На чемпионе крепится все к пластику. На Patriot здесь установлена металлическая пластина. И уже к металлической пластине крепится сам кожух. Что касается редукторов. На Patriot здесь установлена масленка. То есть шприцевать. На чемпионе здесь просто вкручен винт. Итак, разбавил бензин. Заправил наши треймеры. И сейчас попробуем произвести первый запуск. Еще раз напомню, треймеры ни разу не заводились. Залил топливо. И сейчас попробуем, как пройдет первый запуск. Первым будем запускать Patriot. Продолжение следует... Как видим, треймер завелся без проблем. Еще считаю плюсом, что здесь есть easy-start. Легкий старт. То есть не нужно резко дергать стартер. Потихонечку его ведем. И треймер заводится. Давайте попробуем теперь завести чемпион. Продолжение следует... Как видим, треймер завелся. Завелся без проблем. Единственное, чуть подольше, чем Patriot. Опять же, на Patriot мне понравился легкий старт. Здесь его нету. Но после заводки треймер работает ровно. Все нормально. Теперь попробуем их в деле. Попробуем покосить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как видим, оба бензотриммера со своей задачей справились. Здесь, как видели, очень высокая трава была. Чуть ли не по пояс. И оба бензотриммера просто скосили на ура ее. Нигде они запутываются. То есть трава под катушку не попадает. Все отлично. Друзья, ну и давайте подведем небольшой итог. Триммером я поработал. И к обоим моделям у меня осталось множество замечаний. К примеру, качество пластика чемпиона намного хуже. Качество сборки рукояток тоже на чемпионе хуже. Здесь присутствуют щели и зазоры. Также клавиши газа здесь тужи и ваша кисть будет быстрее уставать. Еще раз повторюсь про воздушный фильтр на чемпионе. Он неплотно прилегает, из-за чего может попасть мусор в карбюратор. А он может не только засорить карбюратор, но и также могут появиться задиры на поршни и цилиндрах. Что касается патриота. На патриоте нет клавиши фиксации газа, что затруднит холодный запуск. Также в комплектации на патриоте хуже. Там установлен обычный нож. Что касается защитных кожухов. На чемпионе он крепится на 4 винта, на патриоте крепится на 2 винта. Я считаю это тоже минусом, так как при грубейшем соприкосновении с землей кожух может оторвать. Ну и в завершение давайте немножко поговорим про мощность. Я думаю многие из нас знают, что больше всего на мощность влияет объем двигателя. Конечно есть и другие факторы. Зажигание, карбюратор, топливная система. Но в первую очередь это зависит от объема двигателя. И как же так получается, что у чемпиона мощность всего 1400 ватт. При объеме двигателя 52 кубика. А у патриот мощность выше 1840 ватт. Но при объеме двигателя 43 кубика. Думаю, что каждый зритель сам для себя сделает выводы, кто соответствует заявленным характеристикам. А кто их завышает и вводит покупателей в заблуждение. Ну а мы друзья на этом будем заканчивать. Кому понравилось ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok